Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале про здоровье. И с вами я, врач-терапевт-кардиолог Уркимбаева Айнур Ермековна. Сегодня мы с вами поговорим о боли шеи и о древнейшем китайском методе избавления от этой проблемы. Этот метод принадлежит китайскому исцелителю Му Ю Чунь. Друзья, советую вам досмотреть до конца, не покидать мой канал, ведь самое интересное будет в конце. Как известно, шея управляет нашим главным штабом головой. Здоровая шея – это здоровая голова, здоровая спина, в целом здоровый организм. Китайские целители уверены, что в метафизическом смысле тело и голова являются символами материального и духовного, для которых шея служит соединительным звеном. Поэтому, если вдруг у тебя появились болезненные ощущения в опыте шеи, то, возможно, причина кроется в нарушенном балансе. Между разумом и душой идет война. Ты желаешь одного, но продолжаешь делать совершенно другое, что не приносит удовлетворения и, как следствие, счастья. Не менее важной и распространенной причиной проблем с шеей является душевная боль. Чувство беспомощности, несчастья и несостоятельности приводит к напряжению мышц не только шеи, но и плечи и спины. Шея – как символ гибкости. Без шеи мы бы не могли поворачивать головой и смотреть в разные стороны. Ее гибкость зависит от здоровья шейных мышц и позвонков. Следовательно, если боль в шее вызвана внутренними проблемами и конфликтами, то она свидетельствует об отсутствии гибкости. Такие люди упрямы, иногда жестокие. У них низкий уровень адаптации, и они не способны принимать иные точки зрения. Существуют и другие причины появления спазмов и зажимов шейных мышц. Человек может сам не заметить, как запрещает себе смотреть туда, куда хочется или нравится. Так называемое самоограничение. Подавляемое желание образует энергетический блок, который в итоге переходит в мышечный зажим. Да, зачастую мы запрещаем себе что-то совершенно неосознанно. У многих из-за проблем в области шеи появляется шум в ушах, головокружение, головные боли, скачок давления, ком в горле. Эти симптомы являются симптомами шейного остеохондроза или искривлений шейного позвоночника. А эти проблемы появляются благодаря синдрому компьютерной шеи. Это большая проблема 21 века. Чем опасен синдром компьютерной шеи? Когда вы сидите за компьютером, читаете или смотрите в экран смартфона, ваша голова наклонена вперед, а шея при этом испытывает гигантский перегруз. Только представьте, голова человека весит примерно 5 кг. Именно такой вес держит шея при правильном положении. Если наклонить голову вперед всего на 15 градусов, то нагрузка на позвоночник возрастает до 12 кг, а при наклоне в 60 градусов до 27 кг. То есть пока вы листаете ленту в телефоне, нагрузка на шею такая же, как если бы на плечах сидел первоклассник. Получается, что если не следить за осанкой, то верхние отделы позвоночника деформируются. Во-первых, это не совсем эстетично, во-вторых, влечет за собой целую веренницу проблем со здоровьем. В таких случаях вы можете обратиться сразу к невропатологу или терапевту, а они в свою очередь назначают курс лечения таблетками, назначают капельницы, упражнения поделать или массаж. И тут, что самое интересное, упражнения, которые мы делаем, по словам Му Ю Чун, они неправильные. А это какие упражнения? Эти упражнения движения головой вперед, назад, направо, налево и круговые движения головой, скручивания. Почему? Потому что через шейный отдел проходят главные сосуды, главные нервы и меридиан энергии. Проходят через шейную область и затылочную область головы малый затылочный нерв и большой затылочный нерв. А сосуд – это общая сонная артерия, которая делится на внутреннюю и наружную сонную артерию. Кровь и сердце попадают в головной мост только через эти артерии. А меридиан энергии, когда мы делаем вот эти упражнения, они, оказывается, не свободно проходят и неравномерно распределяются по всему телу. И поэтому их нельзя делать. А что надо делать? Правильно, массаж по методу Му Ю Чун. А какой это метод? Берете правую руку, кладете в темную область головы. Сильно не надо надавливать. Берете левую руку, захватываете шейную область головы. Немножко волосистую часть надо захватить. И будете массажировать плавно от надплечек к затылку. Вот так надо делать в течение 1-2 минут. И плавно переходите на правую сторону. Левая рука должен быть в темной области головы, а правая рука в шейной области. Немножко захватываете волосистую часть также. И двигаетесь от надплечек к затылку. И также делайте в течение 1-2 минуты. По словам Му Чу, мы не просто так держим руку и голову. Во-первых, это контроль. Во-вторых, у нас в ладонях есть целительная энергия. Это можно легко проверить. Когда вы ставите ладони в темную часть головы, вы сразу можете ощутить легкость и прилив энергии. Голову надо держать только за темную часть головы. Как вот показывает Му Ю Чунь. Одной рукой держите голову, другой рукой делайте массаж шеи. Так вы должны чередовать правую сторону и левую сторону. И после этого вы почувствуете сразу прилив энергии, уходит усталость и боль. Но этим не все. Есть второе упражнение. Вы обязательно должны делать второй массаж. Массаж вы делаете всего лишь одной точкой. И эта точка находится на внешней стороне кисти между большим и указательным пальцем. Тут есть небольшое углубление. Массируете эту точку в течение 1-2 минут. Эту точку еще называют точкой от 40 болезней. Массируя эту точку, вы избавитесь не только от боли в области шеи, но и от зубной боли тоже. Также массаж этой точки поможет вам укрепить иммунитет. А вот этот массаж советует китайский исцелитель делать ежедневно. И вы получите суперэффект. Конечно, этот массаж подходит не всем. У кого есть стеноз сонных артерий, тем нельзя делать массаж шеи. Потому что мы не знаем, чем закупорен наша сонная артерия. Может быть там нефиксированный тромб. Если нефиксированный тромб, то он может полететь в головной мозг. И вы можете получить инсульт или инфаркт головного мозга. Друзья, я вам обязательно советую поделать эти массажи. И поделиться своими ощущениями, результатами в комментариях. Я буду ждать.